МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждую среду в студии телеканала Самарагис мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. В Самаре проходит турнир «Лето с футбольным мячом». Кто может принять участие в соревнованиях? Где состоится финал турнира? Что еще приготовил для летнего досуга детей Департамент физической культуры и спорта администрации городского округа Самара? В нашей студии Сергей Четверяков, заместитель руководителя Департамента физической культуры и спорта администрации городского округа Самара. Сергей Валентинович, здравствуйте. Искренне рад вас видеть. Здравствуйте. Взаимно, Ян. Итак, собственно, события радостные, приятные. Лето и, соответственно, лето ассоциируется в том числе с футболом. В Самаре это лето с футбольным мячом. Вот кто создал этот турнир и как создал этот турнир? Ну, лето с футбольным мячом. Это такой турнир, который, такой ноу-хаус Самарской области был создан в 2009 году. Начинался он как турнир в железнодорожном районе. Инициировал его Александр Борисович Фетисов в то время. И постепенно он вышел на городской уровень уже на следующий год. А с 2011 года он проводится на территории Самарской области. Ну, вот если говорить поподробнее, вот в железнодорожном районе, а вообще это было, скажем так, вот, ну, некое ноу-хау ведь тогда, вот в 2009 году, это уже получается 13 лет назад, а вот вдруг неожиданно решили попробовать вот такую необычную форму досуга детей. Ведь это же детский футбольный турнир, нужно подчеркнуть. Да, хочется что сказать про лето с футбольным мячом. Да, сначала он воспринимался как-то некое непонятное такое соревнование. Вроде есть и первенство города проходит, это самая жаркая пора, как раз идут матчи первенства города. А с другой стороны, мы уже начали понимать, что основной турнир, который проводится во всей России, это кожаный мяч, он заканчивается в мае у нас в городе. И получается, что дети, как раз вот эти дворовые команды, которые участвовали на кожаном мяче, они, ну, остаются сами по себе. Вот, а футбол, футбол игра номер один во всем мире, не только девиз Самара, в Самаре футбол, как он правильно-то у нас звучит, в Самаре футбол больше, чем футбол. И поэтому инициатива вот этого турнира «Лето с футбольным мячом» была как раз направлена на то, чтобы продолжить соревновательную деятельность у детей в период летних каникул. То есть именно у детей, которые, собственно говоря, занимаются, ну, отчасти профессионально, но все-таки вот, ну, не вышли на такой очень большой уровень, то есть которые не участвуют в командах, задействованных в чемпионате города. Ну, как раз-то вот именно те, кто более-менее занимается футболом, где проводится тренировочный процесс, спортивная подготовка по футболу, они как раз играют в первенстве города. А вот те команды, которые созданы, дворовые команды, в общеобразовательных учреждениях, в подростковых клубах, они, кожаный мяч завершился в мае у нас, победители поехали на вышестоящие соревнования, а остальные дети у нас получалось... Ну, не задействованы, скажем так. Да, не задействованы, да. И вот я сам по своему детству вспоминаю, что очень не хватало различных соревнований, каких-то вот с кем-то поиграть не просто во дворе, а куда-то поехать на соревнования. Поэтому вот то, что турнир был зарожден в 2009 году и стал развиваться, наверное, это неудивительно. И свою нишу сейчас достойную он занимает в календаре городского департамента спорта, Министерства спорта Самарской области. Вот на сегодняшний день уже завершаются районные этапы. Но вот мы об этом давайте чуть позже поговорим. Сергей Леонидович, вот если поговорить про детей, и вот футбол и лето с футбольным мячом, ведь вы же по образованию преподаватель физкультуры, насколько я знаю. Да, я закончил факультет физической культуры и спорта нашего педагогического университета. Вот, то есть у вас есть опыт практической работы именно преподавателем физической культуры. Вот, кстати, на ваш взгляд, вот насколько это возможно и важно вот в школе, с одной стороны, это просто урок физкультуры, с другой стороны, вот заниматься с детьми футболом так, чтобы потом собрать команду и выйти поиграть с командами других школ. Ведь это как бы, то есть с одной стороны, это физкультура, то есть ОФП обычная, то есть для здоровья, для общего развития. Нет, ну в школе есть программа, программа учебная, она по физической культуре и спорту, по физической культуре, она очень гармоничная, разнообразная, она направлена на развитие различных двигательных качеств, таких как быстрота, ловкость, выносливость, гибкость. Все, что нужно сильному, здоровому человеку, школьная программа предусматривает. Поэтому учебная программа строится учителем физкультуры так, чтобы развить эти качества, и для этого он использует различные средства. Безусловно, мальчишкам в школе в этом возрасте очень интересен футбол, поэтому его очень активно используют при учебных занятиях по физкультуре на уроках. Для мальчишек это как после разминки, после каких-то обязательных упражнений поиграть в футбол в конце урока, это был такой подарок, праздник. Это бонус, да? Да, да, бонус. Вот, футбол, очень популярный вид спорта, и появление еще одних соревнований в календаре, наверное, это здорово. Вот, кстати, вы сказали для мальчишек, и я обратил внимание, а что это, ну, такой вот этот турнир, это для мальчиков, но у нас сейчас активно занимаются и девочки. Есть надежда и есть вариант, что в будущем у нас и девочки будут вот играть? Почему в будущем? Вот уже в настоящем, да, девочки уже, футбол это не чисто мужской вид спорта. Нет, это я знаю, я имею в виду вот в этом турнире. В этом турнире, да, у нас проходят, участвуют и девочки в четырех возрастных группах, вернее, в двух возрастных группах, это 2008-2010 год, мальчики и девочки, и 2011-2013 тоже мальчики и девочки. Поэтому победители в этих двух возрастных группах будут как у мальчиков, так и у девочек. Вот это важная деталь. Да, женский футбол, ну, не такой, конечно, массовый, как у мальчиков, но тем не менее он развивается, завоевывает свое место в соревнованиях. И мы тоже этому очень рады, что с каждым годом, если количество мальчишечных команд, оно примерно одинаковое, может быть, возрастает чуть-то, девочке сейчас стабильно появляются новые команды. Вот, и уже, если мы в том году впервые, когда ввели девочек, была одна возрастная группа общая, то сейчас они наравне с мальчиками, также по двум возрастным группам, 2008-2011-2013 год, участвуют в соревнованиях. Ну, и, кстати, я обратил внимание, что вот смотреть на, скажем так, на женский футбол, ну, или на футбол девочек в данном случае, ну, вот точно не менее интересно, чем на футбол мальчиков, потому что он очень эмоциональный, и он такой, я бы сказал, интеллектуальный и хитрый футбол, то есть это вот такая отдельная игра. Ну, наверное, главное, что я бы отметил вообще в женском спорте, это полная непредсказуемость. Просто что-то гарантировать у девочек и женщин, это настолько неблагодарно, что если у мальчиков как-то можно понимать, что, как сложится матч, то девочки, они, да, такие вот, поэтому тем он и интересен, тем и захватывает эмоциями своими, своей непредсказуемостью. Вот вы сказали, в 2011 году вышел турнир на общегородской уровень, а как вот? На областной уже вышел в 2011 году. Да, на областной уровень, да. Вот как так произошло? Вот почему вдруг вот заметили, вот что помогло? Ну, чтобы турнир или какое-либо соревнование продолжало развиваться, для этого нужны участники. Вот, если участников, если это неинтересно, он никуда не выйдет. То, что у нас сейчас на городском этапе, на районных этапах зарегистрировано 181 команда во всех районах. 181 команда точно? 181 команда среди мальчиков и девочек. Свидетельствует о том, что эти соревнования нужны, что они пользуются интересом. Ну, и тут еще самое главное, вот и организационный момент. То есть, если организаторы все это проводят четко, хорошо, то и участвовать интересно. Ведь вот это тоже очень важный момент. Если организация хромает, ну, как бы один раз поучаствуют, второй раз не пойдут. Не, ну, это мы очень тщательно относимся ко всем соревнованиям, которые проводятся городом, департаментом физики, физической культуры и спорта, которые внесены в календарный план официальных соревнований. И, безусловно, организационные моменты, мы тщательно следим за ними. Это и безопасность, и медицинское сопровождение, и квалифицированное судейство. Площадки должны быть соответствующие требованиям безопасности. Все, как положено, мандатная комиссия, это допуск участников до соревнований, все, как и полагается, спортивным соревнованиям, все здесь так же проводится. Ну, то есть, все по-взрослому? Да. Я предлагаю сейчас сделать паузу, давайте сюжет посмотрим, он как раз про турнир лета с футбольным мячом, и затем продолжим нашу ситуацию. Команда и школа номер 3 попали на пьедестал в каждой категории районного этапа турнира «Лето с футбольным мячом». А среди юношей и девушек старшего возраста и вовсе стали победителями. В школе дети занимаются футболом уже с первого класса, отрабатывают основы, и, если показывают успехи, то начинают заниматься профессионально. Начиная с первого класса, мы начинаем заниматься. Азы преподаем, а потом уже направляем в другие клубы какие-то, и они дальше продвигаются. Вот недавно у нас ездил мальчик со старшей, взрослой категории, на просмотр в Академии Коноплевы, и вроде там все благополучно у него связывается. В младших группах победили у девушек ученицы школы номер 5, а у юношей команда спортклуба «Виктория». Теперь эти коллективы будут играть на городском этапе, сражаясь в матчах с лучшими командами из других районов. Хочу пожелать командам, победителям удачи, верю в их победу, и очень надеюсь, что мы увидим те команды, которые победили сегодня у нас в промышленном районе, в районном этапе, мы их увидим в финале областном. На церемонии награждения победителей отметили также и активно болеющих родителей, тренеров команд и судей. Вручение наград сопровождалось концертной программой и выставкой, организованной военно-патриотическими клубами района. «Футбол – это жизнь, самая большая страсть и удовольствие», утверждают участники турнира среди дворовых команд «Лето с футбольным мечом». За возможность выйти на городской этап соревнований в советском районе Самары боролись 15 команд из разных возрастных категорий. Лучшие шесть сегодня встретились на поле вновь, чтобы заявить свое право на лидерство. По итогам матча и первое заслуженное место среди юношей 12-14 лет хода на команде 91-й Самарской школы. В возрастной категории от 9 до 11 лет на пьедестал почета с победой отправилась команда школы «Яктылык». Все они примут участие в городском этапе соревнований. Ребят поздравил глава советского внутригородского района Вадим Бородин. Здоровье детей, здоровье нации, здоровье наше будущее. И дети, конечно, в свободное время занимаются футболом, одним из таких популярных видов спорта в нашей Российской Федерации. Победит сильнейшее, а там кто сильнейший будет, какой район. Мы все равно все вместе, это единый город, единая душа, поэтому мы все вместе. Вторые и третьи места поделили между собой команды 176-й Самарской школы и гимназии «Перспектива». В Кировском районе прошли соревнования областного турнира среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом». В районном этапе принимали участие 40 школьных и дворовых команд. В них играли юноши и девушки в двух возрастных категориях. Победители в каждой группе вышли в городской этап. Ярослав Чуклай вместе со своим братом Яном в секцию по футболу уходит уже 5 лет. Когда все приходят на тренировку и упражнения веселые, где надо бегать. Главное для игрока не сдаваться, играть до последнего. Ян Чуклай – вратарь, и у него свой секрет успеха. Вратарем тяжело быть? Ну да, там надо быть всегда собранным. Турнир «Лето с футбольным мячом» много лет проходит в Самарской области. Это прекрасная возможность для детей проявить себя. У нас тренировки проходят постоянно. Это просто этот турнир проходит каждый год. Это как дополнительный турнир для ребят, где они могут себя показать. Они могут играть за свою школу и, так скажем, выиграть медали, кубки. Также для школы – это престиж. Командная игра – самое главное. Всегда ребятам объясняем, чтобы играли в футбол комбинационный через пас. Вот мы объединили на самом деле три сюжета. Вот в один этот сюжет. В трех районах показали, как проходит турнир. Ну, в общем-то, я думаю, что везде он проходит вот так на очень высоком уровне. И на самом деле детям это очень интересно. Вот самое главное. Вот у меня такой вопрос, знаете, может быть даже, ну, почти профессиональный, вот если говорить. Может этот турнир стать, ну, некой ступенькой для талантливого ребенка вот в профессиональной футбольной карьере? То есть могут ли его там заметить какие-то тренеры из серьезных очень там школ спортивных? Вот такое. Как вы считаете? Ну, конечно, безусловно, что любое соревнование, на которых определяется победитель, лучшие спортсмены, лучшие игроки, они на виду получают различные в номинациях призы. И чтобы стать лучшим дальнейшим профессиональным футболистом, конечно, это одна из таких возможностей, где тебя могут заметить, где могут случиться так, что ты на следующий день окажешься в какой-то профессиональной команде. Это у нас есть и спортивная школа Олимпийского резерва, и, как уже говорили, здесь Академия Коноплева, Академия нашего любимого, любимой команды Крылья Советов. В Дюшо развивают активно футбол. Да, школа Олимпийского резерва они сейчас называются. То есть на самом деле есть куда прийти. Конечно. И особо мне приятно было видеть сюжеты, которые мы сейчас посмотрели. Это то, что главы районов непосредственно на соревнованиях чествуют победителей. Ну вот это вот очень дорогого стоит то, что руководители района лично на спортивных соревнованиях находятся вместе с участниками. И я, кстати, обратил внимание, какие у нас бравые руководители районов. То есть они все очень такие крепкие спортивные люди. То есть вот на них смотришь и понимаешь, что для них спорт, в общем-то, это образ жизни. Ну, спорт, он вообще сейчас в тренде. И численность занимающихся физической культурой и спортом, она увеличивается. И увеличивается она, даже вот я неправильно сказал, не то, что в тренде. А для этого создаются условия. Люди, это модно. Это модно. Это хорошо, что это модно. Это модно. И у нас сейчас немало проводится различных, ну, на все виды активности соревнований. Мы запускаем спортивные акции, такие вот, как сейчас «Приходи на пляж, поиграем». Это на пляже «Первомайский спуск». У нас работает площадка в парке Гагарина «Самара в движении». Это мы вместе с фитнес-центрами организуем бесплатные занятия для всех желающих жителей города и гостей нашего города. То есть это речь вот о мероприятиях, которые вот этим летом проходят, о спортивных мероприятиях для жителей города. Я правильно понимаю? Да, это тренировочные занятия на пляже и в парке Гагарина для любителей на все виды физкультурной активности, которые у нас там такие, как зумба, кроссфит, у нас акробатический рок-н-ролл, занятия под хэквондо, рукопашному бою. Пожалуйста, приходите в парк Гагарина и на пляж ежедневно в будни. Это с 17 до 21 часа каждый день в парке Гагарина и на пляже проходят физкультурные занятия. А вот это важный момент. Это бесплатно, я правильно понимаю? Конечно, конечно. Это бесплатное занятие. То есть, в принципе, вот можно прийти в парк Гагарина, вы сказали, потом на набережной проходят занятия и под руководством профессионального тренера, ну, понятно, там сообразуется со своими физическими возможностями, потому что у всех у нас они очень разные. То есть есть кто-то, скажем, в хорошей форме, кто-то не очень. Можно позаниматься, можно потренироваться на свежем воздухе, можно получить какие-то советы и можно вот все лето потренироваться и дальше там принять решение для себя. Совершенно верно. И потом приобщиться к регулярным занятиям физической культуры и спорта, это и есть цель этих акций. Кроме того, сейчас очень активно мы работаем над тем, чтобы популяризировать Всероссийский физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне». Для этих целей мы также в парке Гагарина, но уже по выходным проводим акцию «Выходные с ГТО», где также любой желающий может прийти, зарегистрироваться в системе «Готов к труду и обороне», выполнить тестовые испытания, а при желании записаться на выполнение норматив на знак ГТО. То есть можно сдать на значок ГТО, я правильно понимаю? Да. Это в какие-то особые дни проходят? Это проходит, акция называется «Выходные с ГТО» в парке Гагарина, на той же площадке, где проходит акция «Самара в движении», который по будням. Вот там, где стадион. Да, выходные, там будет выходные с ГТО, она уже идет, и участники также уже, кто знает, они приходят, сдают нормативы. А вот сдача нормативов, она проходит как-то вот, ну, в какие-то отдельные часы и дни, или можно прийти и там, условно говоря, вот сказать, я хочу сейчас сдать, потому что там же есть целый ряд упражнений, и нужны, соответственно, люди, которые там тебе засекут время, там посчитают количество подтягиваний, ну и так далее. То есть это, ну, процедура определенная. Совершенно верно. Поэтому акция работает следующим образом. В тестовом режиме вы можете сдать, выполнить нормативы сразу, но если вы хотите выполнить на знак ГТО, то вы записываетесь там же на определенное время. Просто, насколько вот я знаю, вот это вот чем хорошо, вот этот значок, он особенно, ну, важен и полезен для подростков. Вот это очень здорово. То есть получить значок ГТО, ну, для взрослого это тоже, конечно, очень здорово и приятно, но для подростка это особенно хорошо. Ну, любое преодоление себя, выполнение разряда или того, или получение какого-либо знака, или победы на соревнованиях, она, естественно, является стимулом для любого человека, поэтому и количество людей, которые регистрируются в этой системе Всероссийского физкультурного комплекса ГТО, в труду и обороне, и выполнивших, и приступивших к выполнению нормативов, и выполнивших нормативы ГТО, оно также у нас увеличивается, что не может не радовать, потому что здоровые люди — это сила нашей страны, и все мы к этому движемся и выполняем все те задачи, которые определены национальными проектами, в частности, демография, спорт, нормы жизни. Не, ну, конечно, здоровые нации — это замечательно. Вот если вернуться к турниру «Лето с футбольным мячом», а чем он отличается в 2022 году? Вот кто участвует, кто может участвовать для начала? Ну, в целом-то ничего нового нет, за исключением того, что у нас появились команды девочек. Девочки, это очень здорово, да. А так, система розыгрыша, она всем понятна. То есть район? Да, районный этап, городской, и финал у нас будет проводиться Министерством спорта Самарской области, где уже съедутся победители всех муниципальных районов, муниципальных округов. Планируется он в конце августа, и я так понимаю, что он будет проходить на стадионе Самара-Арена. Ух ты! Вот, и это тоже большой такой знак для популяризации футбола, для того, чтобы мальчишки почувствовали себя настоящими футболистами. Вот это очень здорово. Кстати, вот вы сказали Самара-Арена, потому что это, вот давайте вспомним, да, это стадион, на котором проходили матчи Чемпионата мира по футболу. Играет команда Премьер-лиги Крылья Советов. Играет команда Премьер-лиги Крылья Советов, всеми нами любимые. Да. Проводится очень много сейчас фестивалей, массовых мероприятий. Ну, живет, да, стадион. Он живет, и, соответственно, вот ты, там, мальчик или девочка, ты можешь выйти на этом стадионе в качестве, ну, по сути дела, такого вот профессионального спортсмена, профессионального игрока. То есть ты выйдешь на финал, на ту же поляну, на которой играют Крылья, на которой играли там, ну, ведущие игроки мира. Ну, почувствовать себя. Почувствовать? Конечно, не выйдешься профессиональным футболистом. Понятно, но... Почувствовать себя. Ты видишь, вот эта вот, вот эта арена, которой тебя окружают люди, это же, я просто представляю, какое это будет событие. Нет, это очень здорово, и очень здорово, что именно вот правительством Самарской области такие усилия прилагаются, чтобы вот этот турнир, ты и вообще все соревнования, которые в регионе и в городе проводятся, проводились на лучших объектах, которые, которых появилось, надо прямо сказать, немало. Это, в частности, и последний у нас дворец ледовый, да, который просто украшением стал, где можно заниматься, универсальный комплекс, которым можно заниматься и керлингом, и баскетболом, и единоборствами, и хоккеем, и фигурным катанием. Большой дворец спорта. Вот возраст игроков какой, вот, еще раз давайте напомним, то есть вот кто участвует, две возрастные категории, у девочек и у мальчиков, правильно? Палета с футбольным мячом у нас две возрастные категории, 2008-2010 и 2011-2013. Эти две категории у мальчиков и эти же две категории у девочек. А вот почему, вот, то есть упор сделан, ну, скажем так, вот на более младших подростков, с чем связано? То есть это именно вот такой детский турнир, что ли? Ну, мне кажется, там достаточно большой диапазон возрастной, от 13-го до 8-го, 5 лет. Это как раз то время, ну, наверное, еще тут еще с чем связано? То, что 2008 год, это уже 14-15 лет, да, это как раз в школе в июне проходят экзамены, наверное, да, у детей. Поэтому мы охватываем вот именно ту категорию, которая выпустилась, закончила школу, и кто-то поехал в лагерь, кто-то вот со своей командой принимает участие в лето с футбольным мячом. А сколько вы сказали, что более 180 команд? 181 команда у нас зарегистрирована. То есть если учесть, что в каждой команде 11 человек, ну, плюс запасные... Ну, мы посчитали 2700 участников, у нас более 2700 участников. Ну да, если вспомнить, что каждый участник – это семья, то есть это почти 3000 семей, так или иначе, задействованы. Вот в этом мероприятии, потому что... Ну, можно и так посчитать, да. Потому что это вот, ну, на самом деле, это очень важное событие. Да нет, конечно же, за своими детьми, внуками наблюдают родители, бабушки, дедушки, родственники, поэтому, да и друзья, знакомые, которые знают. И, ну, лето с футбольным мячом, я уже еще раз хочу повторить, что это уже такая визитная карточка Самарского региона, который, ну, уже, наверное, нет такого, который не знает о таком турнире. Спасибо за интересную и содержательную беседу. Увидимся на матчах турнира, увидимся на финале. Ну и я надеюсь, что турнир будет развиваться, и мы будем смотреть, как наши юные футболисты растут и, может быть, делают даже профессиональную карьеру. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии был Сергей Четверяков, заместитель руководителя Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара. Занимайтесь спортом. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин